Послание Отца Абсолюта 14 июля 2024 года Индивидуальность Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! В продолжении моего предыдущего послания теперь я хочу поговорить с вами о том, чем отличается индивидуальность от индивидуализма. На самом деле, несмотря на единый корень этих слов, разница между этими понятиями огромна. Более того, первое несет в себе положительный смысл, а второе – отрицательный. Итак, начнем с индивидуальности. Именно она подразумевает под собой яркие, неповторимые особенности каждого человека. И несмотря на то, что эти особенности могут быть разными, порой даже отталкивающими, они все же обнажают истинную суть человека, в какой-то степени делая его прозрачным для окружающих. Другое дело, что кто-то пытается показаться лучше или хуже, чем он есть на самом деле. Но внимательный и чувствительный к энергиям человек все равно распознает его истинное лицо. Но порой бывает так, что человек настолько привыкает носить какую-либо маску, что уже и сам не понимает, в чем состоит его индивидуальность. Чаще всего это происходит с теми, кто привык жить исключительно для других, стараясь всем понравиться и всем угодить. В результате от него самого, как индивидуальности, уже не остается ничего, поскольку его маска настолько приросла к его лицу, что повлияло на его внутреннее состояние. Да, мои дорогие, такие парадоксы случаются в жизни, когда внешние проявления поведения самого человека начинают влиять на его внутреннее состояние. В данном случае закон отражения замыкается внутри этого человека. На самом деле это вовсе не безобидно, поскольку в результате такой человек уже не может достучаться до себя самого или другими словами понять, в чем же заключается его индивидуальность, его истинная божественная суть, для чего он пришел на землю и каковы задачи его души на данное воплощение. Душа такого человека очень страдает, чувствуя себя обманутой. Наверняка многие из вас встречали подобные потерянные души, чьи обладатели полностью растворяются в жизни других, теряя таким образом свою индивидуальность. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Продолжение следует... Продолжение следует...